Буран-Дей поменял традиционную прописку. В этом году соревнования пройдут на новом месте в районе досугового центра «Большуха». Такое решение было принято организаторами гонок в связи с неблагоприятной погодой. Из-за аномально теплой весны на реке выступила вода. Одним из первых на будущей трассе побывала наша съемочная группа. Репортаж Ольги Руссо. Новое место для проведения снегоходного кросса организаторы выбирали с учетом доступности и имеющейся инфраструктуры. Этим параметрам соответствовала только «Большуха». Сейчас здесь идет планировка и разметка территории. Работает техника. Оранжевыми флажками сейчас отмечено место, где разместится гостевой городок. А красные флажки на вот этом поле обозначают трассу, где будут соревноваться гонщики. Трасса гонок будет компактнее, чем в прошлые годы. Ее общая длина от старта до финиша порядка 1100 метров. Непосредственно кольцо 850 метров, поэтому будет увеличено число кругов для соревнующихся. На сегодняшний день уже заявилось 18 участников. Старт у нас будет с маленькой промерзшей до самого дна лужи, фактически, перед озером Комсомольское. Там такое пересыхающее озерцо в летний период, там воды не бывает. И, собственно, выходим на песчаный такой пустырь. Здесь трасса была размечена, причем были привлечены сами гонщики на технике. Мы вместе с ними ее разметили. По словам организаторов, гонки обещают быть зрелищными. За безопасностью гонщиков и зрители будут следить сотрудники полиции и МЧС. У нас готовится обваловка, такой, скажем, буртик безопасности. То есть, в случае, если спортсмен вылетит с трассы, чтобы он в него уперся. Это снежная обваловка. Вот, она будет достаточно широкая. То есть, она будет представлять собой, по сути, трибуну. Мы это проговорили с подрядчиком, сейчас ее строят. Вот. Ну и, собственно, есть сама гора. Также у нас абсолютно просматривается старт и финиш сам. Кроме того, запланированы палатки, чтобы укрыться от непогоды, ресторанный дворик, площадки сувенирной продукции. Организаторы обещают предусмотреть просторное место под стоянку для зрителей. Будет место большое под стоянку транспорта, так как многие зрители приедут на своем автомобиле. Те, кто приедут на снегоходах, могут заехать с дальней стороны, со стороны Комсомольского озера на снегоходах. Место им будет определено, сотрудники МЧС будут дежурить, полиция на снегоходах. От улицы Юбилейной будет курсировать бесплатный автобус, чтобы зрители могли добраться до места соревнований с комфортом. Остается добавить, что заявки на участие в снегоходном кроссе Буранды принимаются до 12 марта. В Дюц-Лидер в рабочие дни до 17 часов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.